Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как только приходит сезон свежих овощей, так меня тут же начинают заваливать требованиями. Покажи заготовки. Почему не показываешь рецепты заготовок? Возможно, если бы я жил в России, то занимался бы подобным делом. Но в Испании разница в цене между зимними и летними овощами невелика, и зимой и летом они стоят достаточно дорого. Своего огорода для выращивания у меня нет. В магазине брать те же самые огурцы, к примеру, испанцы стандартно переращивают. По крайней мере, в магазинах нашего региона их можно купить только очень крупные, с толстой шкуркой, такой горьковатый. Короче, они для заготовок не годятся однозначно. Поэтому все мои заготовки – это мясные штуки. Я вам уже показывал ролик про тушенку. Если не забуду, вот здесь в уголочке ссылочку повешу. В описании не добавлю. Если забуду, напомните, исправлюсь. Сегодня собираюсь приготовить что-то вроде гулеша. Возни с ним, конечно, побольше, чем с обычной тушенкой, но для разнообразия, я считаю, нужно. Купил вчера вот такую гору мяса. Этот отруб у испанцев называется Гаррета даблада. Он имеет огромное количество жил, сухожилий и для блюд, в которых мясо тушится, просто идеален. Надо его нарезать кусками, достаточно крупными. Если с тушенкой все достаточно просто, вот на этом этапе уже складываем мясо в банки, раскладываем там соль, перец, лавров лист, закрываем крышкой, можно отправлять в автоклав, то вот с глюшом немножко возни больше. Надо мясо предварительно немножечко подрумянить. Мяса у меня много, поэтому придется румянить частями. Масла побольше. Чтобы быстрее и качественнее образовалась корочка, мясо запанирую. В обычной муке. Ну что, пока процесс идет, нашинкую овощную часть. Мясо подрумянилось. Оно внутри, конечно, абсолютно же сырое. Все затевалось ради поджаристой корочки, ради ее вкуса, ради аромата. Теперь надо также на сильном огне слегка поджарить овощи. Причем обжаривать я буду исключительно лук и морковь. Перец добавлю в самом конце, сладкий вместе с томатами. Просто чтобы перемешалось все равномерно. Отлично, пора добавить протертые консервированные томаты и сладкий перец. Сразу же соль и сахар. Подготовка завершена. Теперь нужно всю эту овощную заправку перемешать с мясом до полной равномерности. Можно раскладывать по банкам. При раскладывании продуктов надо оставлять прослойку воздуха примерно полтора-два сантиметра между крышкой и мясом. Все, можно отправлять продукцию в автоклав. В ролике про тушенку я подробно про него рассказывал. Если вам лень этот ролик смотреть, здесь коротенько все покажу. Это у меня подгон от компании «Малиновка», за что им, кстати, огромнейшее просто спасибо. Отдельное огромное спасибо. Для загрузки и выгрузки банок в автоклав я пользуюсь вот такой вот кассетой. Очень удобно. Если вы используете банки не с твист-крышками, как я, то такими вот винтами с барашками надо достаточно плотно утягивать банки. С твист-крышками я ничего сильно не затягиваю. Только чтобы банки из кассеты не выскользнули. Готовить в автоклаве можно как в воде, тогда его нужно весь водой заполнить, естественно, после того, как туда банки погрузили, либо в паровой бане. Тогда достаточно добавить полтора-два литра. По времени получается примерно одно и то же. Время готовки засекается, конечно, после достижения температуры в 120 градусов, и на пару банки надо выдерживать в два раза дольше, чем в воде. Но, когда готовишь на пару, температура до 120 градусов поднимается гораздо быстрее, чем прогревается весь этот бак с водой, когда готовишь на воде. Так что в результате то на то и выходит. Теперь крышка. Да, автоклавы на рынке представлены двух видов в основном. Те, у которых крышка прижимается сверху такими винтами с барашками, по контуру несколько штук расположены. И вот такие вот, с самоприжимающейся крышкой. Отверстие в посуде не овальное, крышка тоже овальная. Поэтому вот так вот вставляем крышку, проворачиваем на 90 градусов, здесь взять уплотнитель, и все, она на месте. Крышка будет удерживаться давлением. Причем, чем выше давление, тем плотнее прижимается крышка. Но до момента появления этого давления в автоклаве еще нужно нагревать его, поэтому устанавливаем вот такой вот держатель крышки. Плотно затягивать, нет нужды. Готово. Это манометр, это термометр, это предохранительный клапан. Все, включаю нагрев, жду подъема температуры до 120 градусов и давление соответственно до 1,5-1,7 бара. И после чего засекаю время. Для банок такого размера нужно выдерживать их на пару примерно 40-50 минут. Еще момент. Если вы готовите на пару, то банки нужно использовать именно с твист-крышками. Если вы с обычной закручивающейся, то можно готовить просто в воде. В случае с паровым приготовлением сначала клапан надо зафиксировать в открытом положении при помощи прилагающейся шпильки. И только когда пар начинает активно выходить из клапана, шпильку удаляем, убеждаемся, что он плотно закрыт и ждем. Короче, все инструкции, все подробности по поводу использования автоклавов прочитайте в инструкции, если вы автоклав таки купите. Мне удобнее готовить на пару просто потому, что не представляю, где в Испании купить крышки закатывающиеся. К тому же автоклав здоровенный, это кстати еще не самый большой. Малиновка выпускает как поменьше, там на 20 литров, так и побольше, на 35 и даже на 42 литра. Представляете, если я весь этот автоклав залью водой, получится только воды там 26 литров, мясо потяжелее, чем вода вместе с банками. Короче, получится больше полутора пудов. Как я их на свою циклокерметическую панель вдружу просто не представляю, страшновато. Поэтому я уж лучше на пару, все полегче эта штука. Кстати, пошел, шпильку убираю. Все, как я уже сказал, сейчас дожидаюсь подъема температуры до 120 градусов, после чего подбираю на плите такой нагрев, чтобы она около этой температуры и держалась. Засекаю время, выдерживаю 40-50 минут, потом нагрев выключаю и оставляю автоклав спокойно остывать до комнатной температуры. Видите, абсолютно нежнейшее разваливающееся мясо, как тушенка, только с добавлением овощей. Вкуснямба! Вот тушенка штука вкусная, но когда готовишь таких количеств к тушенку, то она рано или поздно надоедает. Для разнообразия приготовить вот такую вещь, мне кажется, это классно. Кто еще не сказал? Я это готовил на пару, поэтому для меня это не актуально. Если готовите на воде, то тягать, вот здесь вот 26 литров, тягать его, чтобы потом вылить воду из этого, не обязательно. Смотрите, здесь есть кран, открываете его и сливается, собственно говоря, вся эта заполненная вода. Сюда шланг прицепили, чтобы не тягать его на кухне, не мучиться. Еще момент. Если вдруг вам это интересно, то смотрите. Так, вот это уберу. Крышка. Снимается клапан. Очень просто. Вот так. И вот сюда можно прицепить колонну перегонную. Здесь, кстати говоря, уплотнительное кольцо есть, силиконовое. Прицепили этой же штукой его, закрепили колонну перегонную и фактически у вас дома самогонный аппарат. Если вам это интересно почему-то. Так что имейте в виду. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok